Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзук и сегодня мы будем проходить Injustice 2 за зелёного фонаря, ребятки! Итак, какие у нас сегодня есть костюмы? Значит, вы видите мой проапгрейдный костюм 11 уровня, в котором есть один дополнительный приём, точнее заменять основной. Один из основных приёмов я заменил. Так, есть костюм с другой расцветочкой. Вот такой вот, смотрите, фонарик, ребятки. Как он вам, пишите в комментариях. Ну и вот так наш фонарик выглядит в оригинале. Что ж, как обычно, по традиции пишите в комментариях, какой вариант вам визуально больше нравится. Первый, второй или третий. Ну а мы будем проходить за первый комплект. Погнали! Ставим лайк, если хотите, чтобы после фонаря, можно быстрее вышло прохождение за следующего персонажа. Итак, у нас первый противник это Гепарда. Ну и, в общем, мы делаем прохождение за фонаря, ради того, чтобы познакомиться с персонажем и посмотреть на его концовочку, ребята. Итак, зелёный фонарь. Так, чё-то там про Грот он сказал. По сути, этот фонарь практически тот же самый, да, что в первом Инжастисе, но с некоторыми изменениями, скажем так. Первый из них, это у нас вместо, например, пулемёта, вот такой вот удар со стеной. Вместо пулемёта, помните, у него был пулемётик. И вот ещё вот такой вот у нас приём появился. Катание по земле вот этого шара. Или он вместо пулемёта. Я не помню, один из них, в общем, вместо пулемёта. Другой вместо чего-то другого. Вот. И, в общем, по умолчанию у него стоит возможность усиления силы фонаря вот этого, да, который даёт улучшенный дамаг. Но я её поменял, мне открылась после 10 уровня новая возможность. Вот такую фишку я поставил. Видите, у меня теперь броня. Броня, броня, броня у меня стоит. Так что будем использовать броню. Я не знаю, что лучше, на самом деле. Возможно, конечно, фонарь даже как-то в чём-то мощнее, если ты... Чё-то там кольцо тебя подводит, она говорит, что, да? Чё, оно нас не подводит, да? В общем, можно улучшать возможности, да, урон увеличивать, да, с помощью кольца. Вот, в оригинальной возможности его, да, а здесь мы делаем броню. Ну, в общем, кому как, кому какой стиль игры больше подходит. В агрессивном, скажем так, стиле игры, где ты больше нападаешь. Кстати, нам вот, смотрите, дали шейдер, да? А, это вот Доктора Фейта шейдер дали. Если агрессивный стиль игры, то, наверное, лучше использовать это кольцо, да, вот это, где усиление ты делаешь. Вот, а в оборонительном, наверное, броню. Ну, это так. То есть, может быть, даже и броня хороша, и в агрессивном стиле игры, то есть, ты будешь идти вперёд на противника, а он тебе не сможет скамбушки делать. А ещё один приёмчик, ребятки, я вспомнил, ещё один приёмчик у него есть, который новый, которого не было в первой части. Он вместо ракет, которые сверху летели, по-моему. Вот, смотрите, фонарь. Я могу поближе его взорвать в себе. Вот так, видите, то есть это такая, ну, полезная фишка, да, если противник, например, хочет тебя позонить, а тебе нечем в него пульнуть, хотя у фонарей есть, что ему пульнуть. Можно на трёх дистанциях, средние, дальние, ближние, этот фонарь взрывать. Так, нам просят семь подсечек выполнить, да? Я не знаю, сделаем мы их или нет. Если нам интеллект компьютерный позволит их сделать, то, конечно, сделаем. Дополнительные бонусы, да, не повредят. А вот, наверное, с бронёй-то лучше всего их и делать. Дублин, не даёт. Опять сделали ещё одну. Есть, как раз семь подсечек сделала. Седьмой подсечки я его прикончил. Кстати, вот этот пулемёт, который участвует в заставке, да, он был у него в первой части, но его тоже можно открыть. Ну, это вот нужно дальше фармить-фармить, либо прокачаться с 20 уровня персонажа, там выпадет новая возможность какая-то, может быть, пулемёт, может, что-то другое. Либо в боксах открывать боксы. Тут много разных вариаций приёмов, и они вот выпадают рандомно, кому что. Ну, в общем, смысл в том, что пулемёт тоже можно вернуть, кому он нравился. Так, надо, наверное, попробовать поэкономить, да? метр, чтобы X-Ray сделать. Или Super Move, точнее. Ну, что-то он у нас не накапливается, нифига. Упс. Эй! Промахнулся. Так, ну, в общем, не знаю, сможем мы сейчас накопить на супер муфта. Давай, накапливайся. Ну, пускай он даже нас немножко побьёт, хочется сделать супер муф. Так вот, накопился. Надеюсь, получится. О, отлично. Отлично, отлично, отлично. И сразу убили синего жука. Так, ну что ж, продолжаем разговор. Флэш. Самый быстрый соперник. За Флэшем мы башенку прошли, как раз в прошлый раз. Если что, заходите в плейлист, смотрите. В каждом видео у нас персонаж изменённый. Убегай, говорит, как ты обычно это делаешь. Забери свои слова обратно. Ну, докажи мне, что ты... Что всё не так. Что ты не убегаешь, да? Ой, ты, блин, нечаянно я не то сделал, хотел. Покомбить немножко. Это комбат, конечно, имбовый такая. Потому что начинается с лоукика, обычно все с той блочи, да? Ну, кто сидит, тем уверхед можно сделать. Блин, не та дистанция. И флэш на карачках. Так, что-то нам тут дали, да? Даже дали штанишечки. Фонарик. Ну, всё такое какое-то слабоватенькое. Окей, продолжаем. Вернее, уже заканчиваем прохождение, потому что у нас последний противник, броньяк. Он может, неожиданно, конечно, нагнуть, как обычно. А может быть, мы с первого раза его удаляем. Попробуем, как получится. Как пойдёт. Что-то, блядь, стражи меня про тебя рассказывали. Что-то там, страх какой-то в коллекцию он собирает, или что он там сказал, я не понял. Ох ты, вот начинается, блин. Так, начинается. По традиции, мы выпускаем броньяка, подышать свежим воздухом. Или там свежим космосом. Я не знаю, где мы сейчас в космосе. У нас есть еще один бой. У нас есть еще один бой. Какой же ты грозный у нас. Ой, броню снял. Так, всё, ладно, собираемся. Собираемся силами. Второй раз он у нас уже не полетит воздухом дышать. А по ногам не хочешь? А по ногам не хочешь. Но, как вы видите. Орл. Снар. Орл. Парния. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, такая вот концовочка За фонаря, который Которым пришлось там, типа Да, сбежал Синестра И ему пришлось что-то там в желтых Желтое кольцо Одеть страх и побороть его Пытаться, да То есть станет он нормальным, останется ли он нормальным Я так понял, или все-таки его страх переборит В общем, да, что-то типа того В общем, ваше мнение, ребят Пишите в комментариях Понравилась ли вам концовочка за фонаря Ну и как обычно Чем быстрее мы будем набирать лайки Просмотры, тем быстрее я соберусь записать Следующее прохождение За следующего персонажа, как вы понимаете То есть это почему-то не так быстро Происходит, как могло бы Вроде казалось бы, коротенькие башни По 20 минут И может быть многие летсплееры так и делают Берут и просто подряд их проходят Не вникая в механику игры Просто тыкая по всем кнопкам подряд, лишь бы добраться До концовочки, да Но я же все-таки, как вы уже знаете Несколько часов провожу за персонажем Прежде чем это делать Прокачиваю до 10 уровня Открываю ему какую-то спецвозможность Новую там Новый какой-то костюм Чтобы все вам это Чтобы вам все было как бы интереснее Это дело смотреть Ну что ж, надеюсь вы это оцените Ребят И на этом у меня все С вами был Анидзука До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok